ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 чем в этот момент были заняты игроки обороны. Ну, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Отбить с такого расстояния ударов он никак не может. Кэрик. Отлично сыграно, надо решать. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хорошо укрывает мяч корпусом. Попадает под пресс. Штрафной удар. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Из этой атаки может быть удар. Но забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал. Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Пирло. Забивать можно. Во всайде игрок по мне нет судей. Ничего себе. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Есть возможность быстро доставить. Хороший по задумке пас. Прекрасный пас на код. И спасает сейчас свою команду голкипер. Да, действительно, замечательно играет на выходе. Ждут партнеры. Решение будет. На этом атака окончена. Оффсайд. Стоп-машина. Атака завершена. Удар от ворот. Звучит звездок. Чуть-чуть, но во всайде он был. И выносится мяч из штрафной. Без грубой вратарской ошибки в мяч с такой дистанции в ворота не попадает. Что-то дернуло его. Толкнул кто-то. Честно сказать, Георгий, я не знаю, что там в голове творится у этого парня. Пас голкиперу. Тянут они время. Бестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобрали мяч у соперника. Теперь пас на ход партнеру. Прошел пас. Можно обострять. И тут отличный удар. Вот это спасение. Пяч будет введен из зала. Керри. Маккарти. Арбитр назначает штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. В этой атаке оборону пройти не удалось. Это может быть опасно. И подает штрафную. Защита первая на мяче. Вынос. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Хорошо укрывает мяч корпусом. В защите у них явно непорядок. И подает в штраф. Какое шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует колкипер. С ближней дистанции бил игрок. И взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Ударишься просто. Очередной угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Хороший пас на ход. Получает он эту передачу. Может быть опасно. Судья добавляет 3 минуты. Пока неплохо. Хороший вынос мяча из штрафной. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Будет угловой. И разыграть решили угловой. Минимально. Субтитры добавил DimaTorzok Возобновляется игра на Парк-де-Пренс. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Судья дает продолжить игру. Хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Увидел открывание впереди. Делает передачу. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Повешивать пора. Решил пробить. И пробил. Хорошая попытка, но прямо в руку вратаря. Пересек мяч в боковую линию. Мяч брошен. Без малейшей паузы. Да, мало кто ожидал такого. Но за несколько минут до конца матча лидирует тот, от кого этого не ждали. Знаешь, меня всегда смущал этот странный термин заведомо уцайли. Кто он вообще такой? Кто решил, что он заведомо... Есть адрес у этой передачи. Это может быть опасная атака. Отличное взаимопонимание. Эта атака убирается в защитнику, который выбивает мяч подальше. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Управляется вратарь, но есть возможность добить мяч. Блистательно сыграл вратарь в этом эпидосе. Угловой. И это шанс упрощить преимущество. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Бить можно и забивать. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской гунише с точкой. Оффсайт. Пусть и микроскопически, но правило есть правило. Кахин. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Есть игрок впереди. Пройдет передача. Свисток арбитра у главы. Повторяет нам сейв. Конечно, очень здорово сыграл вратарь. И прямо в центр штрафной мяч летит. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Блестяк. Пас на ход паркору. Спрасывает мяч. Кахин. Кахин. И свисток останавливает игру. Оффсайт фиксирует линейной орбитой. Попытка обострить игру. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Отобран мяч. Надо возвращаться. Основное время истекает через 20 минут. Аут. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Можно провести контратаку. Пас на ход. Может быть интересно. Защита справляется. Пас с головой. Атака продолжается. Тут может что-то получиться. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Джерар. И удар должен последовать. Аут нужно штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. И подача туда, в сторону ворот. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. 81-я минута. Здорово перемещаются игроки. Чувствуют друг друга сыгранность отлично. Слишком поторопился игрок. Залез вовсами. Не знаю, как линейному арбитру удалось зафиксировать оффсайт. Но ведь он оказался прав. Ищут они разные варианты для атаки. Это может быть опасная атака. Очередной точный пас в его исполнении. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Аут, спешит команда. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает орбиту. Йоу-Куасси. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет в этой атаке. Отличный. И это удар. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. И за... Tip. Тип. 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 Всё. Продолжение следует...